Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня начинаю новый влог, сегодня у нас воскресенье, и я хочу наготовить на несколько дней, дня на два как минимум, желательно на три, чтобы всего этого хватило, потому что в понедельник у меня будут кое-какие дела, мне будет некогда, во вторник на самом деле дел у меня как таковых нет, но я придумаю что-нибудь, да? На самом деле дела есть такие, надо пока хорошая погода, ну как более-менее хорошая погода, все равно у нас уже холодно в Санкт-Петербурге, до 10 градусов примерно, вот, мне нужно будет прибрать во дворе, чтобы, ну, уже подготовиться к зиме, да, там, убрать текстиль весь и все остальное, перестирать все это, соответственно, мне нужно будет разобрать, я, в общем, постирала и помыла обувь уже летнюю, но просто сложила ее в кучку, и ничего не разбрала, надо все это разобрать, убрать, в общем, это все у меня будет как раз во вторник, а в среду, если будет хорошая погода, в плане того, что если не будет дождя, то я хочу пойти за грибами, и за грибами я поеду с соседкой, в общем, соседка у меня тоже хочет поехать за грибами, и, в общем, если не будет дождя, мы поедем за грибами, я, конечно же, тоже поснимаю лес, вот, поэтому, короче, и вообще не хочу около кастрюли стоять, вообще надо практику вести, не каждый день готовить, а я обычно готовлю каждый день, вот, а хотя бы там на два дня, на три дня наготавливать, и, соответственно, в общем, как-то так, потому что надъедает все-таки готовка, вообще надъедают домашние дела и все остальное, поэтому как-то так, вот, и сегодня я еще, мне еще нужно нагладить, соответственно, подготовить к школе, к работе и ко всему остальному, в общем, сегодня такой, всякие различные домашние дела, подготовка к рабочей неделе, я бы это как-то назвала, вот, но рабочий для моих мужчин, для меня, да я тоже рабочий, да, девочки, чё, мы хуже кого-то, да, вот, так что вот так вот, так что сейчас я, наверное, поглажу, а потом уже буду готовить, вот, я тут уже начала разбирать белье, вообще ненавижу разбирать белье, вот, это все мне надо погладить, вот, это я тут уже разобрала, вот, частично, и вот у меня еще тут целая, целая вешалка, вот, но тут на самом деле не все мне нужно гладить, вот, ну, много что нужно гладить, так что сейчас пока, пока займусь этим, потом уже займусь готовкой. Девчули тут, конечно же, мои со мной, они меня так любят, так любят, так любят, прям не могут, на самом деле, все это по причине того, что на кухне размораживается мясо, вот, они это все дело уже учуяли и ждут, когда мама приступит к своей основной работе, а вот это гладить, вот это все разбирать, это все ерунда, да, бо, да, так что, что ты там чешешься, так что, но мы вначале Бона будем гладить, думаю, хорош, вначале будем гладить, а потом пойдем готовить, вкусно, вкусно готовить, вот так вот, ну, что ты там делаешь, хулиганчишь, да, хулиганчат они меня тут, хулиганки. Ну что, приступаем к работе и начинаю я, как я уже сказала, с глажки, на самом деле я не люблю гладить, от слова совсем, вот, но что же делать, приходится мне гладить, я глажу только одежду, которую мы одеваем, ну, вот, в школу, в садик, да, муж на работу, и я тоже, когда выезжаю, то есть куда-то в город, вот именно эту одежду только я глажу, я ее называю парадно-выходная одежда, и домашнюю одежду, постельное белье я не глажу вообще, потому что, если бы я еще и гладила и это, мне кажется, я бы вообще с ума сошла, я стираю очень часто, я стираю много, и получается, что у меня всегда очень много белья, вот, я не люблю его разбирать, но даже, наверное, больше ненавижу разбирать, нежели гладить, погладить все-таки как-то у меня быстрее, что ли, получается, и это у меня парогенератор, да, насколько я помню название, вроде бы парогенератор это все дело называется, вот, и доска у меня обычная, на которой я глажу, но у меня уже порвался вот этот чехол этой доске уже много лет, и я, кстати, на Алиэкспресс заказала чехол, правда, не знаю, угадала я с размером или нет, но что-то как-то вот, в общем, придет, потом покажу, вообще, для вот этих парогенераторов есть специальные доски, но я пользуюсь обычными, ненормально, ну и что, начнем готовить, я сегодня с утра поставила заквашиваться греческий йогурт, тот йогурт, который должен быть очень-очень густым, вот, и поставила я его, ну вот он в духовке простоял у меня 5 часов, то есть я прямо с утра еще до завтрака поставила его заквашиваться, и теперь я его сливаю на марлечку, получается, чтобы у меня отошла сыворотка, и он стал совсем такой, как творожный, что ли, не знаю правильно, как это назвать, консистенцию, да, то есть чтобы он стал таким прям густым-густым, я завязываю марлечку, вообще есть специальные какие-то холщовые мешочки, но мне достаточно марлечки, лично мне, видите, сразу начинает выделяться сыворотка, и вот таким образом при комнатной температуре, то есть просто, ну просто где-то на столе, на кухне у меня стоит, вот в данном случае будет стоять до вечера, и потом уже на ночь я буду убирать в холодильник, и все время, пока стоит при комнатной температуре, выделяется сыворотка. Далее мы будем мариновать рыбу, у меня это морской окунь, значит, я беру все на глаз, соевый соус, растительное масло и специи, какие вы любите по вкусу, вот, разные тут у меня и перчик, и итальянские травы, все это мы смешиваем, и будем мариновать эту рыбу, от получаса нужно мариновать, я обычно ставлю, вот, и пока делаю какие-то дела, у меня рыбка эта маринуется, мы ее будем запекать в духовке, поверьте, она очень-очень вкусная, для любителей рыбы прям советую. И также будем подготавливать баклажаны, баклажаны я буду делать рулеты сырные, соответственно, я нарезаю максимально тоненько, насколько могу, вначале я задумала из двух баклажан сделать рулетики, но потом в итоге взяла еще и третий. Баклажаны на самом деле не все бывают горькими, но я все равно, так как я их не пробую, да, вот, в сыром виде, я все равно их предварительно всегда замачиваю, ну, как минимум минут на 20 в подсоленной воде, то есть я их вот так солю, заливаю водичкой, накрываю все, и они у меня будут так стоять. Ну, пока у нас все это дело маринуется, я буду подготавливать основное, скажем так, мясное блюдо, это у меня свининка, я ее буду отбивать, на самом деле я когда отбиваю, я обычно всегда использую, ну, кладу обычный пакет сверху, вот, в этот раз почему-то я этого не сделала, и не могу объяснить почему, но, видимо, что-то где-то у меня пошло не так. Вот, отбиваю, и потом также оставляю обычно мясо, там, свинину или говядину мариноваться в специях, скажем так, вот, а, например, куриную грудку я, в принципе, сразу жарю. Это мясное блюдо у меня будет есть, ну, муж и я в том числе, да, когда закончится рыба, вот, поэтому я добавляю побольше специй, а вот куриную грудку у меня едят дети, и я здесь уже немножечко специй добавляю, здесь, конечно же, куриной грудкой я поделилась со своими хвостатыми, вот, ну, куда же без них, надолаем совсем чуть-чуть, нарезаю я, как нарежется, вот, то есть у меня нет определенной схемы, системы, как нарезаю, ну, такими небольшими кусочками обязательно, и не мариную, то есть немножечко специй совсем, и сразу я начинаю жарить, вот здесь вот как раз я отложила кошки, кошка у нас старенькая, она уже не приходит попрошайничать, в отличие от всех остальных, поэтому я ей, видите, немножко вот тут кусочки, в общем, как всегда своим хвостатым все раздаю, то есть, видите, совсем чуть-чуть специй, соли, и как раз-таки сразу начну все это жарить, и одновременно буду обжаривать еще баклажаны, для тех, кто спрашивал, как я готовлю вот эти а-ля домашние наггетсы, просто в яички, в панировочных сухарях, панировочные сухари у меня мелкие, из ленты, хочу, кстати, крупные как-нибудь купить, потому что, нет, мелкие вот эти вот панировочные сухари из ленты, они мне очень нравятся, ну, может быть, для разнообразия, можно, конечно, как-то заморочиться, там сделать кляр и так далее, но пока что мне не хочется это делать, я бы вот так это сказала, и, кстати, мясо я буду обжаривать так же, то есть, тоже буду пускать яичко, потом в панировочных сухарях, и так буду обжаривать, моему мужу очень нравится мясо именно в таком виде, и в панировочных сухарях оно получается, ну, не знаю, сочнее, что ли, вот, ну, и теперь приступаем к нашей рыбе, значит, нарезаем лук достаточно такими толстенькими кольцами, это будет наша такая подложка для рыбы, далее помидоры, у меня это помидоры моей степлицы, ну, такие, я, знаете, сорвала некондицию, скажем так, и пустила я для запекания, вот, тоже достаточно крупно я нарезаю, и, конечно же, чесночок тоже вот нарезаю, как нарежется, грубо говоря, вот таким образом выкладываю, делаем такую некую подушечку для нашей рыбы, и уже саму рыбу, предварительно я ее снова как бы вот так вот, да, обваливаю в маринаде, и уже выкладываю, и маринад тоже я выливаю, можно не выливать, можно просто так оставить, и накрываю фольгой, вот эта лентовская фольга, которая типа там 4 метра, или сколько там, в общем, широкая, она мне не понравилась, она мне порвалась, вот я ее не успела раскрутить, она у меня уже стала рваться, и рыбу убираю в духовку при температуре 180 градусов на 40 минут, и за 10 минут до окончания я обычно ее раскрываю, чтобы она так хорошенечко подрумянилась, сейчас я делаю начинку для рулетов из баклажан, из баклажан, да, правильно так сказать, вначале я взяла крупную терку, потом поняла, что у меня что-то пошло не так, и взяла уже мелкую терку, натираю сыр, и будем добавлять зелень, у меня еще в огороде она есть, на самом деле не было зелени бы у меня, и не стала бы ее сюда добавлять, просто так как она у меня есть, поэтому я ее везде, где можно, использую. Зелень стараюсь нарезать мелко, это у меня петрушка, кудрявая петрушка, кстати, мне она очень понравилась, я на следующий год обязательно посажу не обычную петрушку, а именно вот такую кудрявую, она как-то, не знаю, даже по вкусу мне больше нравится, чем обычная, хотя, наверное, ничем не отличается, и чесночок, конечно же, сюда выдавливаем, потом будем еще добавлять майонез, майонез я добавляю вот как бы по чуть-чуть, то есть чуть-чуть добавила, перемешала, чуть-чуть добавила, перемешала, не люблю когда сильно много майонеза, майонез у меня сметаны, на самом деле не было бы майонеза, добавила просто бы сметану обычную, то есть для меня это тоже не принципиально, но если бы добавляла обычную сметану, то добавила бы еще черного перчика для остроты, скажем так, этой начинки. Дети у меня не едят эти рулеты, это, можно сказать, нам с мужем, но в основном мужу, потому что он у меня очень любит эти рулетики. Вот у меня как раз обжарились баклажаны, то есть я одновременно жарила и куриную грудку, потом стала жарить мясо уже, и на другой сковородке у меня жарились баклажаны. Я их выкладываю на бумажное полотенце, чтобы ушло лишнее масло, но они все равно такие достаточно маслянистые у меня получаются, ну не знаю, мужу нравятся одним словом. Вот, ну и теперь я сворачиваю эти рулетики и выкладываю сразу в мисочку, то есть это нам, ну, на несколько дней это точно, хотя муж у меня их очень любит, и достаточно быстро их съедает. Вообще он у меня очень любит баклажаны, но терпеть не может кабачки, то есть если я сделаю какую-то запеканку, баклажаны и кабачки, то он не будет ее есть. Вот такой вот он у меня, вредные дети тоже кабачки у меня не едят, но сейчас уже холодно, у меня уже, кстати, кабачки в огороде больше не нарастают, они там что-то цветут, желтеют, отваливаются, и в общем, слава богу. Ну что, все у нас готово. Здесь у нас куриная грудка, мясо было, и вот наши рулетики из баклажан. Значит, в духовке у меня еще пока стоит рыба, и будет готово, я вам ее тоже покажу. Но основное мясное блюдо, муж мне не особо любит рыбу, поэтому дети ее вообще не едят, поэтому, скажем так, основное мясное блюдо у меня готово, и это здорово. И вот мой йогурт, смотрите, сколько сыворотки уже натекло, видите, уменьшился в размере. Я сейчас вот эту сыворотку перелью вот в такую баночку. Вот я перелила, но у меня сколько здесь, наверное, литр сыворотки? Ну, почти получился. Вообще, эта сыворотка, говорят, очень полезна. Я не знаю, кто что делает, если кто-то делает что-нибудь вот из этой сыворотки, напишите. Я из нее делаю блинчики, ничем не хуже, чем из молока. Вот они точно такие же, как из обычного молока вы делаете. Добавляю сюда яичко, мука, соль, сахар, все, и жарю. Но сейчас я уже, сейчас у нас уже ночь, ну как ночь, 9 часов на самом деле. Вот, и 9 часов вечера, и я уже не буду в ночь жарить блины. Я пожарю, может быть, как раз-таки во вторник. Завтра уж точно не смогу. И вот в таком виде, вот так вот, еще как бы на дуршлаге, вообще можно подвесить вот так вот, да. Вот, а я вот так на дуршлаге оставлю на ночь, как бы вот так вот, видите, она еще выделяется, там сыворотка еще натечет, но уже немножечко совсем. Вот, и завтра я просто, ну вот не с утра, получается, днем, когда буду дома, я вот в эту, в этот йогурт, получается, он такой прям густой-густой, как, я не знаю, как творог, наверное. Я добавлю сюда зелень, и можно добавить чеснока, но я не буду добавлять чеснок, потому что у меня мужчина, у меня и старший сын, и младший сын ест вот это вот, вот этот йогурт, намазывают просто на булочку, и у них такой завтрак очень полезный, и еще помидорку сверху, это вообще нереально. То есть булочка, вот этот творог я делаю, творог, йогурт, извиняюсь, зеленью, и вот предыдущий раз делала с чесноком, в этот раз не буду чеснок кладить, потому что по утрам, одному в школу, одному в садик, одному в третьему на работу, да, поэтому чеснок класть не буду. Просто добавлю немножко соль и зелень, у меня укроп есть в огороде немножко, петрушечки меленько порежу, все это перемешаю, и они у меня буквально вот за несколько дней все это дело у меня съедят. Сейчас ставлю в холодильник, вот, и во вторник уже нажарю вот из этой сыворотки блинчики, вот. Так что вот такой вот получается, то есть из, у меня получается полтора литра молока было, из полутора литра молока у меня литр, почти здесь у меня, вот это у меня бутылочка литровая, почти литр сыворотки, и еще вот такой вот вкусный йогурт, который мы используем. Он такой, знаете, как покупной вот этот вот творожный сыр такой, только более сливочный, такой более нежный, очень вкусный получается. И у меня все это дело вот сейчас вот днем здесь на столе стояло, видите, намокло, я накрываю вот так вот полотенчиком, ну, чтобы мало ли тут мухи какие-нибудь еще не обветрилось все это дело. И вот так же в таком виде сейчас уберу в холодильник. И вот тут как раз еще в духовке подошла моя рыбка, получается она нереально вкусная, вот это вот, то есть я это ем как полноценное блюдо. Муж у меня еще, конечно, берет какой-то гарнир, я как полноценное блюдо, потому что у меня одну рыбку, я две съем. Это уже завтра-послезавтра, то есть вот эти овощи, да, вот этот лучок, помидорчик я использую как гарнир. Муж у меня не любит вот такой лук, я его забираю весь себе, помидорки. Получается чесночок и все это такое рыбное в соевом соусе, все очень вкусно. Советую так делать, вот я так делаю окунь морской, да, мне очень нравится. Вот сейчас у меня остынет и я поставлю в холодильник. Уберу, наверное, вот такую беру, уже не буду ничего там перекладывать, что-то я уже подустала. Вот, в общем, вот так вот сегодня наготовила, нагладила и, можно сказать, подготовилась к рабочей неделе. Вот, я извиняюсь, у меня тут освещение, что-то плохое такое, все лампочки, там у меня в большой люстре лампа перегорела, думаю, уже не важно. Так что очень советую закваски делать, мне вообще что-то в последнее время так понравилось, особенно вот этот греческий йогурт вообще и сметана обалденная просто, больше пока ничего, кстати, не делала. Но я так сделала, съели, делаю перерыв, потом еще раз, потому что надъедает моим, и они уже перестают есть. Вот, ну и я буду на сегодня уже с вами прощаться, я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и, самое главное, интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую, до новых встреч!